В первых битвах люди были какие-то более интеллигентные. Я клал перед экстрасенсом три конверта, в одном были деньги. Получили там от бабушек, от тетенек, и все получили свой дар ясновидения. В этом испытании нельзя, чтобы никто не открыл правильный багажник. Я хочу еще раз прояснить, что набор на первый сезон был очень сложным. Он реально был очень сложным, потому что никто не знал, что за программа, что она в себе несет, как это будет на выходе, как экстрасенсов представят, в каком свете. И поэтому, конечно, экстрасенсов было очень сложно выбирать на первый сезон. Поэтому мы старались обзванивать и как всяких магов и гадалок по газетам и по журналам, которые давали объявления о себе, но и, конечно же, старались привлекать в первую очередь людей, которые уже работали в магических салонах. Потому что в то время я вообще не интересовался ни магией, ни магическими салонами в Москве, но они были, и, конечно же, мы звонили по магическим салонам и приглашали работников на кастинг «Битвы экстрасенсов». Поэтому я хочу сказать, что вот мое замечание, которое, может быть, многие телезрители отмечали для себя. Вот в первых битвах, так как это было такое не массовое производство, а штучный набор, В первых битвах люди были какие-то более интеллигентные, более образованные, более хорошо выглядящие. То есть тогда был упор на действительно способности человека. То есть мы не приглашали людей и не говорили, вот вы умеете на сковородке жечь борсучий жир и посыпать это все лепестками роз. Они говорили, да, умеем, я еще могу бубен, значит, бить. Мы бы говорили, о, как замечательно. Нет, вот в первом сезоне это был упор на то, чтобы найти людей именно со способностями. Вот, ну, которые хоть как-то, значит, говорили о том, о своих способностях внятно, доходчиво и правдоподобно. Вот, поэтому в первый сезон было очень сложно найти людей. И доходило до того, что когда снимали массовку, ну, массовку я имею в виду, вот когда люди приходят в театр и за ширмой смотрят, ясновидят, что там за ширмой происходит. Людей попросту не хватало. То есть, если ведущий в кадре выходил и говорил, что к нам пришло там тысячи человек, которые хотели бы участвовать в проекте «Битва экстрасенсов», на самом деле этого не было. Там пришло, дай бог, 20 человек, 20-30 человек, среди которых был отбор. То есть, это было очень сложно. Вот, и поэтому я считаю, что вот в первом сезоне какие-то люди были интеллигентные, которые не лезли рвать друг у друга что-то еще. То есть, ну, никто не знал, во что это выльется. Просто собирали людей со способностями, которые должны были показать их в стиле экрана. Вернемся. Как проходил кастинг на «Битву экстрасенсов»? Вот я сижу за столом, передо мной сидит экстрасенс. Я его выслушиваю, он рассказывает о своих способностях, он мог часами говорить, какой он экстрасенс и все прочее, прочее. Но мы сводили к самой минимальной проверке, которая могла быть на тот момент. Я клал перед экстрасенсом три конверта, в одном были деньги, в другой пустой, а в третьей была фотография какого-нибудь человека. И говорил, вот что в конвертах? Это был стандарт для нас, для всех, для редакторов. Это был некий стандарт. Потому что как иначе можно было выявить очень напрямую эти способности? Только вот по конвертам. И если некий экстрасенс вдруг в пустой конверт попадал и говорил, что он пустой конверт, то для нас это было уже просто вот способности, это вот чуть ли вот не все. Не попадание в десятку, потому что, ну а как иначе? А как человек иначе в десятку попадет? Вот. Не просто же говоря о том, что он экстрасенс, а мы такие, ну да, да, ты экстрасенс, да, пойдем с нами. Чисто, ну может быть чисто везение. Я вот, честно говоря, я не очень во все это верю, работая с ними столь долгий срок. Я почему не верю? Потому что ни один экстрасенс за все года, с которыми я работаю, ничего обо мне толкового. Ну я вот, например, беседую с экстрасенсом, говорю, вот расскажи обо мне. И каждый раз я хочу услышать то, что другие не знают. Знаю только я. Ну кроме того, как о своем желудочно-кишечном тракте, о печени, о селезенке, еще о чем-то, я ничего о себе не слышу. Ну ребят, вот смотрите, мне под 50 лет, у меня лишний вес. Что это значит? Это значит, что у меня печень, селезенка, желудочно-кишечный тракт, о которых можно спокойно говорить. И я такой сижу, ну да, 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 есть. А, вот у меня поджелудочная, да, да, у меня панкреатит. Ну то есть, вот. Но таких чудес на кастинге, когда приходит некая тетя Маша и говорит, так, ведь на экранах же мы видим чудеса, но на кастинге таких чудес нет. Приходит некая тетя Маша и говорит, типа, вот у тебя там заболевание желудочно-кишечного тракта. Ну, оно у всех, в принципе, есть. У всех какие-то отклонения, еще что-то. Ты мне расскажи, кто у меня родственники, кто от чего умер, что я сегодня ел на завтрак, что, каким, какой дорогой я сегодня шел и что у меня лежит в портфеле. Ведь вы же на экране все это рассказываете, вот тогда вы меня удивите. А в течение нескольких лет мне рассказывают про желудочно-кишечный тракт, меня этим не удивишь. Меня мало уже чем экстрасенсы могут удивить, потому что, в принципе, ни один человек, который со мной беседовал и с которым я беседовал, никогда не рассказал обо мне того, что я хочу от него услышать. По здоровью попадание, да. Да, но это не ясновидение, это попадание. Потому что любой экстрасенс, он психолог. С дипломом или без, но он психолог. Он смотрит в твои глаза, и что он видит? Он видит печенку, он смотрит на твой вес, что он видит? Он видит желудок, поджелудочную, смотрит на твои руки. Я сам это прекрасно могу увидеть, если у тебя круглые ногти, то у тебя привет с легкими. То есть, за это время я научился сам это видеть. Так как у нас было несколько кастинг-менеджеров, то, конечно, мы не по каким-то спискам. Вот тебе эти люди, тебе эти люди. Они приходили, мы приглашали на собеседование, и как бы собеседовались. И поэтому я хочу сказать, что именно кастинг тех людей, которые вошли в первую десятку, в первые участников, как-то прошел мимо меня. В смысле, я в нем участвовал, но именно эти люди на беседу со мной не попадали. То есть, я потом их уже увидел, этих людей, уже в группе, когда вот их выбрали. Действительно, странно. Вот я сейчас про это вспоминаю. И вот именно вот эти вот люди, которые попали в десятку, то есть, я лично, я их не кастинговал. Поэтому я не могу сказать ничего про кастинг вот именно этих людей. Совпадение может быть и странное, а может быть, это не совпадение. Потому что, как показали съемки следующих сезонов, то, например, на съемке «Багажника» или на съемке «Мистера Икс» может появиться человек, который не участвовал в кастинге в каких-то отборочных первых двух испытаниях. Такое тоже бывало. Поэтому я не задумывался об этом, совпадение это или нет. В общем, тех людей, которые вот, они появились первые десятки, вот лично я не кастинговал. Не проходил с ними собеседование. Поэтому не могу сказать, как они себя вели на собеседование. Было очень много людей там других, которые там рассказывали, как они получили от бабушек, от тетенек, и все получили свой дар ясновидения и так далее, и так далее. Но если так задуматься и вспомнить, то, возможно, в среднем где-то человек 20 вот на каждого кастинг-менеджера приходилось. То есть, это был, понимаешь, это же было вот... Я говорю, вот я позвонил какому-нибудь магу, да, которого нашел в газете или в журнале, и он говорит, да, хорошо, я приду на кастинг. Я ему назначаю время, я с ним встречаюсь, я с ним беседую. То есть, это в тот момент, в тот момент это не был поток писем, поток звонков, поток заявок на участие в битве экстрасенсов. В тот момент ресерчер шел к экстрасенсу. Это сейчас экстрасенсы идут сами. Сейчас очень многочисленная толпа собирается людей, то есть, никого уже зазывать не надо. Все прекрасно понимают, что это некий шанс для того, чтобы стать популярным и так далее, и так далее. И все, что популярность дает. А в тот момент это вот, я говорю, был штучный такой товар. Вот так. Тема написания испытаний мне очень близка, потому что я был именно редактор по испытаниям. Поэтому здесь я могу говорить достаточно развернуто и достаточно предметно. Я поясню, что в первом сезоне, например, за выпуск, за один выпуск, было три испытания. Это была некая угадайка, когда сидят шесть человек, и нужно было найти из этих шестерых людей какой-то определенный персонаж. Потом уже от этого испытания отказались. Это испытание длилось минут семь-восемь на экране, но в приготовлении оно было жутко муторным, потому что нужно было продумать, а кого мы завтра будем искать. Может быть, это будет сантехник, спрятанный между теми, кто танцует в балете, и надо будет его найти. А может быть, это будет гитарист, сидящий среди пианистов, и нужно будет найти. То есть, ну, некая такая вот просто была угадайка, которую нужно было снимать, на которую уходило очень много времени. Вот здесь вот, конечно, приглашались люди с разных актерских агентств, потому что или с улицы, или с актерских агентств, которые должны были вот сидеть и изображать там пианистов, гитаристов или еще кого-нибудь. И среди этих людей сажали действительно реального персонажа, о котором мы хотели бы спросить. В угадайках было все, и судимость, и алкогольная зависимость, и кто из сидящих перед вами родился и жил в детском доме, и кто сидящий перед вами владел вот этим вот поместьем, на фоне которого мы снимаем вот это испытание. То есть, угадайка – это было очень муторное испытание, потому что уходило много времени, но нужно было действительно же как бы зрительно это все делать и все прочее. Вот поэтому мы не очень любили угадайки, нас гоняли в хвост и в гриву, потому что они ляпались на коленке, но надо было качественно сделать и придумать. А придумывалось как? Вот что мы снимем в угадайке? Вот у нас есть актер, кино и телевидение, который жил и в детском доме, например, с самого рождения. Вот давайте мы соберем 8 человек, которые там как бы на взгляд похоже, что они жили в детском доме, и посадим среди них этого человека. То есть, он реально жил? Да, вот этот, значит, например, актер какой-то жил в детском доме, его сажали среди 8 человек, которые не жили в детском доме, но по каким-то признакам они бы могли быть похожи, что они жили в детском доме. Ну и вот так вот к ним приводили экстрасенсов и в кадре ставили задачу. Вообще все редактора смутно, в принципе, представляли, кто должен сидеть. Вот, например, там, ну, сейчас вот прям конкретно не могу вспомнить, какую, ну, любую угадайку возьми, да, пусть это сантехник, пусть алкоголик, пусть еще кто-нибудь с судимостью, да, вот. И нужно было окружить его людьми, которые по задаче там креативного продюсера вот должны почему-то как бы сбить экстрасенсов с толку и направить на них. То есть, вот что у них должна быть? Тоска в глазах, там, одутловатое лицо от возлияний, там, или сперегар, или еще что-нибудь. То есть, это вот действительно было очень уторные съемки. Нужно было найти неких людей, которые смахивали бы на героя, но не были бы героями. Естественно, мы обращались в актерское агентство, они нам присылали фотографии, то есть, у нас была некая такая небольшая база фотографий с актерского агентства. Вот мы показывали фотографии продюсеру, что насколько эти люди подходят. Она решала, кто из этих людей подходит в окружении главного героя. Это решала или Анна Девицкая, или Ирина Сметанова. То есть, конечно же, я мог только предоставить варианты. И любой из наших редакторов мог предоставить варианты людей. А уж кому участвовать, конечно же, принимали решения дальше продюсеры. Ну, про такое испытание, как багажник, как в первом сезоне, как во втором, так и в третьем, я могу говорить, в принципе, достаточно много, потому что я сам участвовал в процессе создания всего этого. То есть, за некоторое время, до дня X, когда снимаем багажник, набирались машины, приглашались желающие, которые предоставляли свои машины. Машины загонялись в ангар, в некий гараж, и, значит, как все видели, выстраиваются там в ряды, и все прочее, прочее. Так как съемки действительно очень долгие, потому что на съемки этого испытания приглашаются практически все экстрасенсы, то они могли длиться и 24 часа. Например, однажды именно съемки первого испытания, я стоял возле двери, запускал экстрасенсов 24 часа. То есть, это неважно, это в ночь, полночь, экстрасенсы, то есть, кому-то это нравилось, не нравилось, но экстрасенсы, значит, раз вы уже пошли сюда, то вы уж, извините, играете по нашим правилам, правильно? А в какие-то особенности этих съемок, я точно могу сказать одну особенность. В этом испытании нельзя, чтобы никто не открыл багажник. Правильный багажник. В этом испытании нельзя, чтобы никто не открыл правильный багажник. Ну, это как в любом сериале, в любом сценарии. Вот представьте, 24 часа люди снимали, снимались, а что мы покажем по телевизору? То, что никто багажник не открыл. Такое вероятно, если бы все по-честному. Ну, вероятно, но такого же не происходит на экране. Не происходит. Мы ни разу такого не видели, что, значит, ведущий сказал, вот сегодня на испытаниях никто багажник не открыл. Поэтому мы движемся дальше, и экстрасенсы пройдут свое испытание на пригодность в следующем туре. Такого нет. Обязательно... Понимаешь, дело в том, что испытание багажник, багажник, это некий один из уровень, такой один уровень отсева людей, которые пойдут дальше. Здесь проверяется многое. Как человек говорит? Любит ли его камера? Как он себя ведет на съемочной площадке? Насколько он может быть сговорчив, несговорчив? Насколько он может быть истеричен? Насколько он может быть непредсказуем? Насколько он может быть скандален? Насколько он плохо или хорошо реагирует на свой успех, неудачу? И так далее, и так далее, и так далее. И вот отсюда уже начинается плясать вот это вот... Те, кого представят в готическом зале в качестве участников. Потому что, ну вот, давайте смоделируем ситуацию. Я вышел на площадку, я походил возле машин, так вот, походил-походил, показал пальцем на машину, говорю, вот в этой красной. А не открыли, там ничего нет. Я говорю, ну да, ладно, хорошо. Разве меня возьмут дальше? Нет. Я же не интересен уже сразу. А теперь другая ситуация, что я вышел к машинам, я зажег свечи, расстелил некий платок, там, коврик или еще что-нибудь, зажег свечи, порезал себе руку, накапал на череп барана кровью, потом, значит, этой рукой поводил, поляпал по багажникам. И даже если я не попал в тот багажник, в котором лежит человек, я уже могу быть интересен. Потому что я могу делать некое шову. А теперь третья ситуация. Когда я порезал руку, накапал кровь на череп барана, поляпал по багажникам, походил, не попал в багажник. И когда там открывают, да, а я говорю, хм, ребят, но я чувствую, что здесь вот он был, или он дотрагивался до этой машины, или еще что-нибудь. То есть, видишь, уже третья модель ситуации. А тут я становлюсь еще интереснее, потому что я не только хорошо показал шоу и свой выход, а я дальше могу развить. Я могу говорить о том, кто был этот человек, или никто был. И даже если я там что-то попал, не попал, оно видно, что я способен далее захватывать зрителя. Поэтому те, кто приходят, не попали в багажник, и говорят, ну ладно, хорошо. Те уже не идут. Они не интересны никому. А вот если человек дальше развивает вот эту вот зрительскую магию, вот эту свою магию, и все, что он может представить. То есть, шанс попадания в десятку, он также присутствует именно на съемке багажника. То есть, если человек выкладывается театрально, потому что я не верю, что он порезал руку и пошлепал по черепу барана, и кто-то там пришел какой-то дух и подсказал, я в это не верю. Но если человек в это верит и хорошо это красиво показывает, зрителям это понравится.